Объятие против войны. В марте этого года 20-летний парень из Ижевска стал знаменитым в России и за ее пределами. Он со своей девушкой провели антивоенную акцию «Обними, если против войны». Она продлилась всего час, после чего парня задержали. Потом был суд. Но пара ни о чем не жалеет. Их история в нашем сюжете. О том, что 20-летний житель Ижевска Никита Горбунов против войны, сообщает Аватар в его соцсетях. На ней фото из одиночной акции парня «Обними, если против войны». На центральную площадь города молодой человек вышел 19 марта. Обняться тогда захотели около полусотни человек. Но уже через час к нему подошли сотрудники полиции. Никиту задержали. Первые несколько минут никто не подходил. Вообще. Я думал, блин, я так и простою. Ну то есть я прям вообще офигел и думал, что вообще никто не подойдет. А потом как пошли просто толпы. Ну то есть очень много людей подошло. С детьми, с маленькими, бабушки подходили. То есть очень классно. Вот после этой парочки дурадской, когда они подошли, там стало такое все равно напряжение. И когда еще подошел охранник, начал на меня ругаться и сказал, что сейчас я вызову полицию. Вот я прям в какие-то моменты там стоял и меня вот так вот потряхивал. Я прям думал, блин, плакат вот интересно трясется или не трясется. Такими хотели казаться, такими приятненькими. И спрашивали, ну зачем тебе это? Ну вот ты чего? В апреле выступающего против войны судили. Сегодня состоялось заседание по делу дискредитации вооруженных сил РФ. Меня обвинили в этом за то, что я вышел на одиночный пике с надписью «Обними, если против войны». Флаг Украины и России. Также уже свидетели написали донос, что я якобы кричал «Слава Украине!». Как итог, судья назначила мне штраф 30 тысяч рублей со словами «Извините, если бы не символика и не слова «Слава Украине», я бы тоже вас обняла». Мерзкая попытка усидеть на двух стульях и сделать вид, что она хорошая. Ну что сказать, все очень ожидаемо. Позор такому суду и судье. Никита – спортсмен, увлекается триатлоном. В 16 лет открыл свое предприятие по производству декоративных предметов интерьера. Он осуждает действия Путина с первых дней войны. В Украине у парня много родственников. Вообще ожидания от акции оправдались очень. Ой, не оправдались, а наоборот, не зашли. Очень сильно разлетелось и очень порадовало. В самом Ижевске, городе, где проживают около 600 тысяч человек, о вторжении практически не говорят. В прошлом году проводились немногочисленные антивоенные акции. Ижевск, кровь и больны! Ижевск, кровь и больны! История Никиты Горбунова там на слуху. Тебя когда кто-то спрашивает, откуда ты? Ты когда говоришь, что из Ижевска? У меня это ассоциация бесит, я сейчас вспомню. Про... Такие, о, это там, где автомат Калашникова собирают? И, блин, это такое, типа, ну да. А они на... Вообще, что там тут? Да нет, ну без родителей что-то еще. Ну, именно, даже если бы ничего не было, ну, блин, автомат Калашникова же. Ну, ассоциация. Короче, это сомнительная ассоциация. В антивоенных митингах с Никитой участвует его девушка Арина. Когда выходим на такие акции и видим, как много людей подходит, мы понимаем, что мы вообще-то не одни и здравых людей гораздо больше. Акция «Обними, если против войны» сейчас продолжается в соцсетях пары. Несколько дней назад парень с девушкой уехали из России. Пора поняла, что будущего в стране, где правит диктатор, у них нет. Но продолжается. Продолжение следует...